И снова привет, автофанаты! У меня есть 5 минут для того, чтобы вместе с вами пощупать самый первый 911 в идеальном состоянии. Такую машину вообще сложно где-то найти, потому что это не автомобиль какого-нибудь Porsche Club, который там доколхожен, как-то доделан или вообще реплика. Это машина из музея Porsche, которая вообще не должна была никогда оттуда выезжать. Насколько я знаю, она вообще не имеет права ездить по дорогам общего пользования. Ее привезли сюда на Лафете, чтобы она проехалась немножко по кругу на треке. Вот там вот вместе с другими поколениями. Возможно, сегодня удастся на ней проехаться, но не будем загадывать. Давайте пока просто рассмотрим. Итак, это первое поколение, машина 1967 года. Буквально через несколько лет она была произведена после вообще рождения этой линейки. И если вы помните, эта тачка изначально имела номер 901, но потом после претензий от Peugeot по поводу того, что они, как это, зарезервировали под себя все названия из трех цифр с центральным нулем, Porsche решили просто переименовать 901 модель в 911, заменив нолик на единичку. Так и появилась вот эта вот легенда 911, которая тогда не имела никакого значения, а теперь стала вообще именем каким-то собственным. Здесь все родное. Они даже не пытаются восстанавливать краску, если она повреждена, чтобы сохранить именно то лакокрасочное покрытие, которое здесь было с завода. Давайте откроем для начала багажник или капот, как вам больше нравится. И сразу же бензобак. И все порассматриваем. Вот такая вот резиновая шторка. И очень для того, чтобы, наверное, не заляпывать и не царапать кузов шлангом, очень простая пробка, примитивная. Видите, доступ в бензобак прямой. Знаете, когда каждый раз, когда мне удается посидеть в настоящих тачках старых годов, я вспоминаю, чем тогда блистал наш автопром. И очень интересно сравнить. Ну, какой наш? Советский, совместный. Антенна выдвигалась механически. Электропривод появился только в следующих генерациях. Сейчас мы ее выдвинем, чтобы послушать, как работает радио. Маленькое зеркало. Итак, что у нас тут в багажнике или под капотом? Достаточно просто он открывается. Попроще, чем сейчас многие капоты. И посмотрите, здесь фактически полноценный багажник, если сравнивать его с текущими поколениями, где можно положить только маленький чемодан. Здесь можно было положить уже аккуратно сложенный труб. Не знаю, насколько аутентичен вот этот вот набор. Наверное, все-таки нет, судя по принтам внутри. Хотя похоже на то. Нет, все-таки новые отверточки. Что-то стилизированное, наверное, по старину. Ну и вот новая аптечка Porsche с маслом, которая нужна и новыми старым моделям, как воздух. Несмотря на то, что, кстати, первые поколения были очень надежными по меркам класса и сегмента, и вообще авто... Автомира в то время и не нуждались в частном обслуживании, как другие конкуренты, в том числе, тем более, в том числе спорткары. Здесь можно даже снять обшивку, заглянуть, что там внутри есть. А там нет ничего, не будем наглеить. И вот смотрите, вин-кода тогда еще не было. Такие вот номера заводские наносились на автомобиль. Здесь нету года выпуска. Здесь есть вес 1400 килограмм. И, кстати, вес рос все время постоянно до последнего поколения и до сих пор продолжает увеличиваться. Как вы знаете, даже восьмое поколение стало на 55 килограмм все-таки тяжелее, несмотря на все планы его уменьшить. Тогда не надо было нажимать на логотип. Можно было за любую часть потрогать машину. Тоже круглые фары. Все еще здесь в этом поколении нету демпферов на бампере, пружинок, которые стали требованием обязательным в будущем. И это капот как раз в такой форме капота с вот этой выштамповкой. И вернулись сейчас в восьмом поколении. Пора внутрь. Руль, который немногими годами позже стал пластмассовым, поменьше здесь все еще деревянный, очень приятный. Хотя не настраивается здесь ни рулевая колодка, колонка, ни педали, ни педальный узел. Все, что мы можем здесь поднастроить, это кресло двигается вперед-назад. Ну и, конечно же, угол наклона спинки. И, как вы помните, у первых Жигулей из Порше есть много всего общего, в том числе вот этот вот потолок. Здесь он один в один просто как в копейке. И, наверное, вот эти вот форточки с хромированными ручками, мне они тоже напоминают отцовскую копейку. Единственное, что замочки вынесены вперед, за ними не нужно тянуться назад. Это, конечно, удобней. Как видите, вот кнопочка открывания двери здесь на ручке расположена. Очень легко опускается стекло. И, в принципе, так же легко поднимается. Не так, как в Жигулях, опять же. Давайте посмотрим, сколько эта машина проехала. Всего 23 тысячи. То есть вы можете себе представить стоимость какого автомобиля. Как видите, пять колодцев приборов. Эти пять колодцев были во всех поколениях. И их пытаются сохранить и сейчас, несмотря на то, что это четыре из них уже электронные. И просто являются рисунком на дисплее. И, опять же, первая горизонтальная форма. От нее ушли, по-моему, в пятом или в шестом и седьмом поколениях. И сейчас снова вернулись к этим горизонтальным линиям. Маленький бардачок с вот таким вот замочком, напоминающим советские шкафчики на кухне. Это у нас сигнал. Ручка сигнала, поворотники и стеклоочистители. Здесь включаются фары. И сейчас включим аккумулятор и сможем включить музыку. Обратите внимание, Blau Kunt оригинальное все. Аварийка. И выключим аккумулятор, потому что здесь он, скорее всего, тоже оригинальный. Маленькое, смотрите, безрамочное практически зеркало. Все очень круто выглядит, но вот этот вот подголовник, это все-таки дополнительная штука, добавленная потом, потому что во время создания этой машины еще не было это обязательным требованием. Вот. И, смотрите, здесь есть ручка складывания кресла. Если посмотреть, вы будете удивлены, но место... Сейчас, секунду. Вот, мне удалось сложить его. Место внутри этого 911 больше, чем сейчас, больше, чем в текущих поколениях. В основном из-за того, что тогда не столько внимания уделялось безопасности в силовой структуре кузова. И здесь сзади будет попроще сидеть, чем сейчас, как минимум, больше места для ног. И вот, смотрите, сейчас понятно, почему, откуда в новых машинах вот эти вот дурацкие полочки, назначение которых, ну, такое, как бы, сомнительное, это все-таки дань традиции. Так вот они складывались в первой машине и так складываются до сих пор. Хотя, опять же, я утверждаю, что сидеть здесь удобнее, чем сейчас, и места для ног будет побольше. Это же касается, в принципе, места за рулем. Гляньте, я со своим ростом не буду говорить, каким, потому что, вы знаете, не упираюсь ни головой, никуда. Хотя, единственное, хотелось бы потянуть на себя рулевую колонку. Здесь есть запах, характерный для старых машин. В общем-то, от жигулей советских он не отличается особо. Вот, в остальном, конечно, ну, машина не выглядит по моим меркам, да, на 60-е годы. Все это кажется более современным и интересным. И, наверное, это та тачка, на которой сейчас можно было бы смело ездить и ни о чем не париться. И прошла бы она, наверное, несколько сотен тысяч, я думаю. Хотя не факт, что первые образцы были такими долговечными. Здесь у нас открывается моторный отсек. Позолоченные надписи. Охладитель, карбюраторы. То есть, воздух забирался отсюда, как и он сейчас, в общем-то, забирается. И, в принципе, вот этого охладителя на то время вполне было достаточно, чтобы мотор... Мотор здесь существовал. Давление в шинах. Все как положено. На этом все. Если удастся мне все-таки проехаться, то это видео уже попадет в основной тест-драйв, который ищите на нашем основном канале. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!